В преддверии 23 февраля учащиеся школы-воспитанники военно-патриотических клубов сразились за звание самых дружных, сильных и сплоченных. В общегородской игре юные защитники Отечества на этот раз приняли участие 22 команды. Перед стартом курсантам раздали путевые листы с основными этапами. Всего их шесть. Визитная карточка, в которой каждый участник будет представлять свою команду. Это строевая подготовка, это военно-спортивная эстафета, включающаяся бег, другие элементы, подтягивания. Это строевая подготовка, это медицинская подготовка, оказание первой медицинской помощи. И этап, который позволит узнать, определить, кто лучше знает историю родного края, историю нашего государства. На первом этапе команды представляются, презентуют свои логотипы и девизы на суд строгого жюри. На этапе смотра строевой подготовки судья следит за сплоченностью команды, внешним видом юных бойцов и дисциплиной в строю. За любой недочет минус балл. Далее два теоретических этапа. Сначала 10 вопросов теста на знание военной истории России. Важно не только ответить правильно, но и уложиться в 5 минут. На этапе оказания медпомощи два устных вопроса и одно практическое задание. Такие испытания могут поставить в тупик даже видавшего виды солдата. Но ребята признаются, все можно преодолеть, главное – тренировки. Сложного почти ничего нету, потому что мы это все уже делали, всем этим уже занимались и никакого такого сложного вида не представляют для нас. Мы готовились сразу же после того, как нам об этом сообщили и тренировались очень упорно. Бегали, прыгали, разбирали, собирали автомат. По итогам сегодняшнего состязания будут отобраны три сильнейшие команды, которые представят наш город на межрегиональной Зорнице.